Всем огромный привет! Сегодня я хотела бы вам поведать историю, которая со мной произошла буквально вчера и касается она достоверности информации, предоставляемой официальными источниками и сообщений, которые приходят к нам от государственных и социальных служб. Я буквально вчера наблюдала все своими глазами и на каждом этапе у меня отвисала до пола челюсть. Я до сих пор не знаю вообще, как такое может быть. Дело вот в чем. Я живу в городе Краснодар и мой дом находится не так далеко от парка. Соответственно, я могу периодически из окошка наблюдать то, что там происходит. Все бы ничего, но буквально вчера я увидела то, что в части, которая находится рядом с парком и отгорождена от него речкой. То есть есть парк, он сделан в виде острова и рядом находится через речку еще огромный участок земли, который засажен лесом. Так вот, буквально вчера я наблюдаю из окна, как начинается пожар. И горело, наверное, метров 50 этого леса вместе с старниками, с травой. Я позвонила сразу же в пожарную помощь, потому что смотрела, что огромный вот этот лес, он вообще ничем не защищен. И, соответственно, если его не тушить, то просто загорится вот этот вот весь островок. Да, он отделен от парка рекой и как бы он не жилой, но все равно это огромный участок леса, да, с деревьями, с живыми. Там наверняка есть всякие мышки, зайки, змейки. Я вызвала пожарную часть и оператор, я позвонила в 112, слава богу, трубку взяли быстро, потому что примерно там год назад у меня была ситуация, когда я в 112 не могла дозвониться сколько-то раз. И до этого я там полчаса висела на телефоне, и мне как в банке говорили, ваш звонок очень важен для нас, но все операторы заняты, а потом скидывали. Сейчас эта проблема, ну, во всяком случае, вчера была решена, и трубку брали буквально в течение, там, секунд 15. Так вот, меня соединяли через 112 с пожарной частью, и я им объяснила то, что я вижу, что начинается пожар, да, уже горит метров 50 леса. Оператор, она такая взволновалась, начала спрашивать, есть ли вокруг дома. Я говорю, домов нету, но там просто лес. Она начала меня спрашивать, как туда проехать. Я говорю, понятия не имею, я туда ни разу не проезжала. То есть, видимо, дороги туда нет, потому что это остров, который параллелен с парком, и между ними речка. Я знаю точно, что там отдыхают люди, и туда можно пробраться через заднюю часть парка, да, как-то обойти, и они, в общем, где-то соединяются. Но как именно, я не знаю. В итоге бросили трубку, вы представляете? Я начала там дальше собираться по своим делам. Прошел час практически. Мне уже надо было выходить. Видите, я подхожу к окну посмотреть, что же происходит, и вижу, что пожар стал, я не знаю, в два с половиной раза больше. То есть, угорит вообще уже там огромный участок леса. При этом ни пожарных вообще никого не наблюдается. То есть, в принципе, нет никакого признака процесса тушения огня. Я думаю, может, я как-то не здесь снилась, может, я с перепугу назвала не тот парк. Звоню еще раз по телефону и говорю, что вот я ранее уже с вами связывалась, сообщала о пожаре, но что-то нет машин никак. Может, еще не доехали, где они там, в пути, не в пути. На что мне оператор сообщает, девушка, там несколько машин, я вставлю этот эпизод, тушит пожар, не надо паник, там работы ведутся. На что я сообщаю, здрасте, я стою около окна, никаких признаков работ нет. А мне говорят, нет, вы, значит, смотрите не туда. Я говорю, здесь больше некуда смотреть, я вижу всю площадь пожара, и там нет ни пожарных, ни машин. Только мимо плывут, извините, байдарочники, лодочники, там отдыхающие на катерах, все. После долгих пререканий, потому что я не соглашалась, то, что работа есть, я говорю, вы зафиксируйте, что нету. Потому что если они поставят галочку, да, работы ведутся, это значит, сюда точно никто не приедет, потому что у них как бы по отчетам все чеки-пуки. И оказалось, что, как она мне потом сказала, машина не может туда проехать, поэтому пожарные идут пешком. Это было через, я не знаю сколько времени, после дебатов и того, что меня пытались убедить, что там пожарные расчеты во всю работу. Здравствуйте, а подскажите, я вызывала уже пожарных, вот рядом с парком Солнечный остров горит кусок леса. Можно узнать, едет кто-то, потому что площадь увеличилась. Там все на месте. Кто все на месте? Службы. Вообще там нет. Пожарные службы вы не видите? Нет, там никого нету. Ни видно ни одной. Там очень много машин. Там нет ни одной машины. Девушка, там очень много машин. Где там? На месте. Нету ни одной машины. Проверьте, пожалуйста. Смотрите, посмотрите. Я вышла, а мне все видно из окна. Я вижу из окна сейчас. Нет ни одной машины. Ну не из окна, смотрите. А выйдите и вы. Тогда и посмотрите, если вас это интересует. Но все машины на месте. Ни одной машины нет. Ну, в смысле на месте. Я с вами спорить не буду. Ну, вот. Потому что у нас другая информация. Но можете ее проверить, потому что... Что проверить? У нас сразу мы все слышим. И камеры. И по камерам что? Может, это другое место. Это вот парк Солнечный остров. Парк Солнечный остров, да. И там нет ни одной машины. Вот я вижу. Именно в лесу они туда не проедут. Именно в лес. А в парке машины, да, все. В парке ничего не горит. В парке ничего не горит. Есть такая информация. Спасибо. Что вы еще хотите узнать? Короче, напишить не буду, да, ничего. Там тушат. Работы ведутся. Ну, нет ни одной машины там. Фамилию вашу скажите, пожалуйста. Погребняк. У меня отчество. Сейчас у вас свои деньги с пожарной службой. Спасибо. Да, наступная служба. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вот рядом с Солнечным островом горит лес. Есть ли там пожарная часть? Там не лес горит. Там пожарные прибыли. И мы пешком там болото. Там болотничная местность, вот они в этом болоте пробираются пешком, потому что машины, понятное дело, что не поедут. А, то есть они в пути, да? Ну, они там на месте. На месте? Ну, они на месте, но они просто, представляете, какого болота, да, по нему есть. Угу. Поэтому будут вручную сушить. Да, спасибо, хорошо, до свидания. Ну, в общем, вот так вот выглядит большое количество пожарных и большое количество машин, которые тушат пожар. Вообще лес, конечно, очень жалко, полыхает. Там, видите, деревья. Куда это все потом перекинется, вообще непонятно. Уже, наверное, часа полтора прошло, как я вызвала пожарных. В итоге уже площадь возгорания просто огромная. Я думаю, ну, слава богу, хоть, да, ножками. Что же вы думаете, когда я вернулась домой? Мы вчера были на премьере фильма, поэтому, в общем, все это подзатянулось. Потом была там пресс-конференция. Я сразу кинулась читать новости и увидела, что в новостях прописано, что вот в такое-то время, как раз, когда я звонила, поступил звонок о возгорании в парке, сразу же туда выдвинулось 3 единицы техники, машины и 11 человек, которые там тушили этот пожар. Естественно, никого не было, и в 10 часов вечера пожар был потушен. Что же вы думаете, я в 12 часов ночи выглянула в окно, и я увидела, что пожар горит. При этом в кубанских новостях в топе, да, висела новость, как 2 часа назад никаких признаков пожара не осталось. В общем, ребята, сейчас 12 часов ночи, и до сих пор горит лес. И даже видно, хотя у меня, я снимаю на телефон, при максимальном зуме, естественно, видимость нулевая, но даже все равно заметно, что полыхает весь пламя. Заходим мы смотреть наши новости в Краснодаре, и вот площадь пожара в Краснодарском солнечном острове составила 1 гектар. Сейчас мы посмотрим. В Краснодаре потушили пожар. Что вы говорите? Это было полтора часа назад. Спустя смотрим время. 0.02, да? То есть у нас первый час ночи. Кубан-24 сообщает. Сейчас посмотрим. Потушили пожар. Какие молодцы. Возгорание мусора. Заявка о возгорании поступила в 17.14. Это, видимо, была я. Огонь локализовали в 20.52. А в 21.55 пожар потушили. Да мои ж вы золотые. Где ж вы ходили? На месте работали 11 человек и 3 единицы техники. В Краснодаре тушили крупный пожар. Давайте посмотрим, сколько же здесь. Есть ли согласованность? Вот видите, как выглядит пожар. То есть вот эта вся береговая линия горит. По предварительным данным пресс-служба МЧС. Вот, здрасте. Приехали МЧС. Сообщает, да, то, что вот был пожар, который 11 спасателей, 3 единицы техники, раньше, чем в 10 часов вечера удалили. Я не знаю, как это объяснить. Я, извините, смотрю и вижу, что горят кусты, горят деревья. Спустя 2 часа после того, как новость о том, что все потушено, появилось в топе Яндекса. А что это значит? Это значит, что по ходу дела никого там в принципе и не было, никого не отсылали. То есть если как бы нет очевидной материальной потери, то никто этот лес тушить не будет. Сам вырос, сам помер, сам через 100 лет обновится. Но даже если учитывать, что у пожарных были определенные трудности с тем, чтобы туда доехать, я в это верю. Но в парке куча всяких катамаранов, каруселей, паромов, лодочек. Извините, у нас вроде как на балансе города есть вертолеты, которые, я надеюсь, предназначены не только для того, чтобы возить высокопоставленных гостей. И даже по официальным данным писали, что площадь возгорания превышает гектар. И что же мы имеем? В общем, пожар вот полыхал еще полночи, пока не дошел до места, где болото есть. В общем, у меня там был Серега, и он говорит, что там вот есть какие-то, раньше была река, и она как-то там заросла, и вот есть места, где они глубоко, но все-таки находится вода. Соответственно, видимо, пожар дошел до той части, и вот этот водный барьер он не преодолел, но выгорела огромная часть этого островка, куча деревьев, и там сейчас просто пустырь. Больше всего, что меня удивило, что когда я даже оператору по телефону говорю, что я вижу, что здесь нет ни одного пожарного, ни одной машины, мне сообщают, а вы не верьте глазам, верьте статистике. Раз у нас написано, что там все трудятся, значит, так и есть. И в новостях потом, даже не дождавшись того, что пожар реально потухнет даже сам, пишут, что мы все потушили, указывают количество людей, которые там вообще не наблюдалось. О каком доверии к нашим СМИ может идти речь? Это вот то, что ты можешь проверить, ты читаешь, и я вижу своими глазами из окна, как это происходит на самом деле. А когда речь касается информации, а ее ведь огромное количество, которую нельзя просто пойти, пересчитать и пересмотреть, что творится, простите, там. Хорошо, если, допустим, с точки зрения экономики, я не знаю, невыгодно этот пожар тушить, потому что, ну, выгорит гектар леса, да, второй гектар, там еще кто-то, третий. Ведь на момент, когда публиковали сведения о гектаре, это было в 10 часов вечера, пожар еще потом шел полночи, то есть еще сколько там догорело, так что ясно, что площадь возгорания, она сильно больше гектара. Так вот, если даже это как-то целесообразно можно обосновать, зачем брать, да, почему, если вы правы, и вы там на что-то опираетесь, когда отказываетесь тушить лес, почему вы не указали это в официальном своем отчете, что вот, там, это бы стоило столько денег, это там экономически нецелесообразно, или этот участок природы, он огорожен, не знаю, естественными болотами, поэтому пожар не распространится слишком далеко, и принято решение, там, туда не отправлять людей. Ну, например, ну, что-то, извините, похожее на правду, для того, чтобы ты не считал себя полным дебилом, когда ты читаешь и понимаешь, что тебе врут несколько официальных слухов. Когда это все наблюдаю, мне очень становится обидно за наше отношение к природе, которое вот на каком-то самом высоком уровне просто наплевательское, да, и когда это даже касается релаксационной зоны, находящейся чуть ли не в центре города, которая в 20 метрах от самого, там, большого, красивого парка города, и вообще всем плевать, ну, выгорит, ну, будет черный, вонючий пустырь, пахнущий гарью, ну, делов-то, да, это ж не повод с пожаром бороться. Я вспоминаю даже тот же Египет, где огромный штраф из-за того, что ты там какого-то моллюска попробуешь вывезти, просто незаконно в чемодане, как там талисманчик или как воспоминания поездки, тебя просто оштрафуют и посадят, и не дай бог тебе какую-нибудь закорючку дохлую с пляжа унести, и у нас полыхает, и как бы есть службы же, да, которые, ну, извините, существуют на налоге, есть там вертолеты, но Краснодар не самый бедный регион страны, и ничего не делают. Вот такие вот дела, и я посчитала себя обязанной озвучить эту ситуацию, обязательно напишите, что вы думаете на этот счет, я вас всех целую, ну, и всем пока.